Были ли такие вот прям видеоигровые эти шоу-кейсы, да, я вот для себя вот не помню, но почему-то в этом году у меня прям глаз цепляется, и не то чтобы, да, вот Е3 у нас прошла, Е3 в кавычках я имею ввиду, прошла, ну понятно, то что нам показали, да, то что нам было ясно, и мне было понятно, что вот эти вот игры, да, я уже давно, мне о них известно, уже добавленный список желаемого, тут да, плюс дневники разработчиков, вот, ведущих специалистов, которыми этой игрой занимались, все прекрасно рассказали, показали, все окей, все хорошо, жду, да, верю, надеюсь и жду, и вот эта вот рубрика, да, которая вот появилась у меня на канале совсем недавно, вау, я ее так подтрунивал, то есть палкой тыкал, типа, ага, блин, смотри, сейчас расскажу про то, что я добавил в свой список желаемого, вот, прошла выставка, вот, смотри, список желаемого, Анапура Интерактив Шоу Кейс, которая прошла совершенно, извиняюсь, совсем недавно, уже назвать нельзя тем, что я, вот, добро пожаловать в мой список желаемого, определенные новые игры, которые, ну, мой незамыленный еще глаз, я надеюсь, обойти не должны, ну, как так, как так, потому что вот я вот по-другому крича, я сейчас буду, ну, кричать я не буду, это такой у меня выплеск эмоциональный, ну, вот, первое, что мне показали, это Баунти Стар, я вот, ну, как это, как, как нельзя вот это вот, я прям сразу такой, ух ты, блин, сейчас я название тут, ого, вот так вот напишу название, тут желаемое, такое, все, прям вот, Баунти Стар у меня в желаемом, вот, сто процентов жду, сто процентов буду играть, потому что у нас меха, наконец-таки, и никакой не космос, меха, постапокалипсис, вестерн и мехи, блин, почему, это офигительная вещь, сочетания, ну, такого сочетания, мне кажется, не было, потому что, если брать шого, шого у нас более с космосом, планеты, колонии, блин, брата старшего вспомнил, вот, почему меха, это, конечно же, я сейчас буду долго, приготовимся, я сейчас буду долго этот ликбез бомбить, потому что, ну, по-другому я не могу сказать, мой старший брат в 98-м году, или когда, показал мне Heavy Gear 2, второй, я не знаю, вообще есть первый, но второй показал, где мы в огромном мече, у нас команда, мы идем на задания, мочим, стреляем, это так все вкусно, аппетитно было, это прям, ну, вот, ну, не знаю, мечта такая, что, вот, блин, наконец-таки, будут дальнейшие игры, конечно же, они есть, и Мех Варьер ни в коем случае, я не хочу забывать, и Titanfall я не хочу забывать, и обязательно, так же буду и в первый поигрывать, пока его не закроют, да, серваки там, или что в этом роде, и второй, конечно же, да, вот, со своими фишками, новыми видениями, и с компанией, и еще там какой-то Вульф, я не помню, но есть Мехи, есть Мехи, но оно как-то не популяризировано, Front Mission, Front Mission, попробовали новое, но не получилось у них, да, то не зашло этим фанатам, но ничего страшного, все равно, мы садимся, мы управляем огромным мехом, что и в Bointy Star нам дают, то же самое, мы садимся и управляем огромным мехом, что мне еще нужно от этой игры? Главное, чтобы там этого сраного крафта не было, я вот, они, блин, на секунду, блин, на секунду показали амбар, где там у нас вот так вот идет смена дня и ночи, и вроде бы там в амбаре что-то поменялось, я думаю, блин, неужели я буду грядки сажать на этом мехе, я не хочу на мехе сажать грядки, я хочу мочить других мехов, блин, нафиг мне грядки там эти сажать, я не хочу все, я хочу Bointy Star, блин, и хочу мочить других мехов, ну или что там, роботов, я не знаю, я хочу, короче, ну понятно, да, что я хочу, нет грядкам, даешь мочить других мехов. Следующая игра, которая, скажем так, это не просто было ожидаемого, это мое желание, именно такое вот, сакральное, да, если можно так назвать, называется это все прекрасство, прекрасство, есть такое слово? Ладно, назовем это красотой The Lost Wild. Когда вышел Alien Isolation, у меня мысль, у меня из мысля, то есть у меня из головы не выходила одна мысль, это Dino Crisis. Почему нельзя сделать такой же Alien Isolation, назвать его Dino Crisis, там, Rebirth, там, или я не знаю, Dino Crisis Episode 1, посадить туда Регину в этот Dino Crisis, и чтоб она бегала от одного динозавра, ну допустим, хорошо? Я уже не помню, я, может быть, это припоминал где-то. Ну почему нельзя такую игру сделать? И вот кто-то, видимо, что-то произошло и додумался до этой тематики. Да, сейчас, не знаю, 2022 год, наверное, можно назвать годом космоса, да, что у нас космические игр дофига. И динозавров, и динозавров, блин. И тут нафиг The Lost Wild, вот эти все приколы, которые я сейчас попытался выразить, да, я надеюсь, понятно выражаюсь, о том, что есть у нас, там, ну, главный герой, главная героиня, об этом чуть попозже, насчет главных героинь и героев. Есть динозавры, которые нас хотят сожрать, огромные зубастые динозавры, злые, и мы ничего не можем сопоставить, кроме как достать вот этот фаер красненький, и куда-нибудь его швырнуть, чтоб отвлечь его внимание. Но вот эти вот прятки с динозаврами, да, какой-то VR-проект выходил по Jurassic Park, да, но что-то я не знаю, вот где он, что он там, еще с какой-то мультяшной графикой, ну, понятно все. VR, чтоб не так сильно, наверное, пугаться, или что это мне делать. В этом проекте, я надеюсь, все вот эти мои пожевалки про Alien Isolation, и посадим Регину, чтоб она бегала от динозавра, я думаю, они воплотятся в The Lost Wild. 100% жду, 100% интересно, хотел бы это поиграть. Хотя в Стиме она позиционируется как хоррор. Ну, блин, да, потому что если вспомнить первый фильм Jurassic World, да, парк юрского периода, он совсем не такой уж, блин, детский, да, вот как мне вот, когда я, наверное, в этих, в босоногих годах его смотрел, он не такой уж, ну вот сейчас я пересмотрю, нифига себе, там руки оторванные, там, ну, жратва, они там едят людей, ну, как бы динозавры, они злые, они хотят тебя сожрать, вот реально. Когда я был мелким, я смотрел на динозавров и восторгался, ими, какие они прикольные, здоровые, я даже вообще это не замечал, что там, ну, понятно, то есть, козочку было жалко, да, а то, что там с людьми происходит, вообще пофиг, блин, вот динозавры круто. И вот я думаю, что The Lost Wild будет тоже круто. Дальше хотел бы вот поднять эту тему, вот это я под заключение уже, ну, будет у меня последняя игра, которую я заметил, она называется Forever Ago, где датский или шведский, я не помню, ну, они англоязычные, во всяком случае, разработчики рассказывали о том, как они влюбились вот в это вот Road Movie и попытались сделать такую игру. Так вот, о чем сейчас будет речь небольшая, то есть, это будет не пламенный спич, но, надеюсь, не такой уж этот, воспламеняющий мою заднюю часть. О чем я хотел, блин, поговорить о том, что вот все ругают насчет героинь, да, вот то, что мы, вот, Bounty Star, мы играем за девчонку, которая сидит в огромном мехе. Пусть будет девчонка, хорошо, я не олицетворяю себя с ней, я не думаю то, что я это она, или вот я там играю за инопланетянина, да, какого-то, я это он. Нет, я себя никак не сопоставляю с этим. Я это расцениваю, как вот мне дают авторы, я не хочу называть их разработчиками, я хочу говорить про авторы, сейчас дам понять, почему. Автор нам дает картину, и в этой картине у нас барышня, которая садится в мех, и мы им управляем. Вот, эта история нам рассказана про барышню. Я себя не сопоставляю ни с кем, я просто наблюдаю это. Даже при выборе каком-то, да, где мы там, ну там, блин, не знаю, Готика Камбу, где мы можем выбрать пол, там, цвет кожи и так далее, для себя могу определить, что вот в этом мире я хочу быть, я хочу, не то чтобы быть, я хочу эту историю, чтобы она была рассказана вот от этого лица. Почему бы и нет, блин? И вот этот forever ago нам дает игру про деда, блин. Вот как такое? Вот хорошо вы ругаетесь о том, что мы не любим играть за девчонок, тут, блин, мы играем за деда. Я буду играть за деда. Вот, ну, это нормально, я хочу, все, без проблем. Будем себя олицетворять с дедом. Я дед. Нет. История совершенно о другом. О том, как он в 69-м годе как-то раз прокатился по этой трассе и решил на свои старые года повторить этот путь. Он приезжает в эти места, вспоминает какие-то там у него эмоции. Это все мы передаем. Игра не о том, что я хочу быть дедом, я играю дедом, блин. Ну, нет, об этом совершенно другая история. Я вот почему, я говорю, что авторы. Автор нам дает свое вот это вот мировоззрение о том, что вот, смотрите, какая картина интересная с дедушкой. Посмотрите, вот, что он пройдел, какой путь, какие он эмоции испытал. Вот, пожалуйста. Forever Go. Вот я специально эту игру добавил в свой список желаемого, для того, чтобы вот сделать подробнейший вот этот вот рассказ. Чуть ли он сейчас не состоялся, но все же он будет в дальнейшем, потому что игра еще в разработке. Ну, не знаю, но вот так вот у меня как-то вот. Не то, чтобы я как-то злюсь. Пожалуйста, у каждого человека свое мнение. Сколько мнений, столько оценок там и так далее. Но тот факт, что вот есть, ну, они же не просто так, да, этого деда взяли. Там у них история полнейшая. Они не хотели как-то даже, может быть, это оскорбительно, да, для кого-то. Че это я купил игру и играю за деда? А нафиг я ее купил тогда, да, вот. Вот, ну, много вопросов-то потом после этого. Так что я хотел бы, чтобы более к этому спокойно, что ли, относились. А тут что вот делать приходится, что смотреть видеоигровые такие маленькие презентации, 40-час по времени, добавлять в список желаемого новые проектики, для себя что-то новенькое, понимать. И только остается, что делать, как верить, надеяться и ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова